всем привет друзья ну что наконец-таки луна 2.0 у нас уже торгуется на бирже бенанс практически данный листинг никоим образом не изменил сильно цену терра луны все идет по плану как и шло то есть при листинге цена терруны упала моментально с 25 долларов то есть практически продать ее было за такую цену невозможно если вы где-то ее покупали а потом завели на биржу бенанс то есть это все случилось довольно таки моментально в одну минуту и впоследствии терра луна она была переоценена и естественно здесь цена терра лун доходила до там 10 долларов и выше в то время как на других биржах терра луна она торговалась около отметок девять с половиной долларов 9 долларов то есть мы можем сказать что таким образом курс довольно таки быстро выровнялся и терра луна сейчас стоят свои привычные около восьми с половиной долларов что лично я жду и вообще трейдил ли я нет в сделке данные я не заходил и естественно сейчас жду устаканивания курса если мы будем смотреть по бирже бенанс то здесь естественно график не полный есть естественно у нас на минутках зон поддержки там район ближайший 834 но тем не менее считаю что следует конечно же выбрать более таймфрейм крупнее и по крайней мере хотя бы часа вик и здесь мы видим что у нас есть зона поддержки это район восьми долларов и здесь соответственно могут выбивать стопы и здесь теста можно зайти сделку где-то возле восьми долларов открыть лунг и естественно здесь запрятать стоп в районе 7 и 96 но опять таки я считаю что у нас в целом на часовом графике сейчас такая штука как понижающий такой канал то есть мы торгуемся в таком понижающем канале естественно здесь ну на самом деле не очень такая ситуация для торгов я бы не сказал что здесь можно разгуляться поэтому я бы сделки пока что не входил по-прежнему моя цель покупки терра луны так как проект если будет продолжать развиваться и иметь адекватное руководство да если дугу он действительно там в принципе осознал свои ошибки то я считаю что проект будет развиваться его экосистема она очень ценна и потенциал у него есть при этом у естественно стейбл коина сейчас все стеси не знаю зачем его в принципе здесь опять-таки добавили торговаться но цена его там два цента практически это уже не стейбл коин это какой-то щиткойн который возможно со временем да и выстрелит после того когда найдет там супер какой-то дно и также стоит опять-таки обратить внимание на монетку луэнси то есть это луна классик соответственно данная монета в принципе если будет подвержена инфляции если не будет здесь сжигания если руководство опять-таки будет неадекватно то скорее всего данная монета будет там стоить даже еще меньше чем шиба ему и опять-таки будет пампится но просто потому что так захочется кому-то да но тем не менее здесь конечно же тоже ситуация не очень среди всех инструментов хочу отметить что остается довольно таки интересным это луна 2.0 и здесь определенно у нас есть также скользящие и скользящие говорят нам о том что принципе потенциал у нас есть падение и падение может быть вплоть до доллара и 33 центов пойдет ли луна сейчас прямо там по 25 долларов стоит и так далее я думаю что навряд ли потому что сейчас именно в боковом движении все-таки возможно засаживает пассажиров и причем на бинансе здесь ситуация не очень да вроде как и есть зона поддержки но в то же время все это довольно таки условно если мы будем говорить про рынок про перевод биткоинов почему он вырос за последнее время и куда переводились биткоины почему киты сейчас копят bitcoin узнать после небольшой рекламной паузы заработать сейчас хорошую прибыль можно на отличном проекте startgit h.io который выплачивает стабильно по три процента прибыли ежедневно этот проект полностью открытый честен перед аудитории на сайте заявлено что работает по схеме понзы и где вкладчики зарабатывают друг за счет друга прием вкладов и выводов автоматизированы и осуществляется за счет децентрализованной системы настроена она выплачивает на постоянной основе прибыль своим вкладчикам пока на балансе есть средства многие мои знакомые вложились в проекте и остались довольны если вам интересно высокая прибыль в крипте ссылка на проект в описании под роликом что касается китов то стоит отметить что огромные переводы производятся биткоинов и производится такого токена как trx вы знаете трон это отваление от жастина сана и здесь довольно таки в огромном количестве переводятся они с финанса на холодный кошелек и стоит отметить что также переводятся биткоины например с бирж битстамп по курсу примерно там 31 тысячи долларов было переведено там примерно 2000 биткоинов на холодный кошелек стоит отметить что сам биткоин принципе сейчас находится в довольно таки хороших кондициях он вышел за зону пока что сопротивления но это условно потому что на недельном таймфрейме здесь он не закрепился и стоит отметить что на месячном таймфрейме сегодня довольно таки очень важный день это последний день месяца мая то есть и здесь уже будет практически решаться судьба биткоина каким образом то есть сейчас у нас обновится график и стоит отметить если биткоина то есть сегодня закроется свыше 35 тысяч долларов то мы в принципе будем с вами ожидать конечно же райончик довольно таки солидные да то есть в плане того что биткоин может опять-таки продолжить ралли то здесь у нас в принципе если вы купят биткоин и нам нужно будет закрыться 35 тысяч долларов то здесь принципе этот бар он будет выкупной это будет говорить о том что у нас есть еще потенциал роста даже выше в район 38 даже 40 тысяч долларов опять-таки сегодня все решится в 3 часа ночи стоит в принципе следить за графиком до 3 часов ночи по крайней мере чтобы понять что будет здесь если же биткоин также останется то скорее мы дальше после вот этого небольшого отскока увидим падение в район 20 тысяч долларов а также интересным наблюдением илон маск 28 мая принципе указал некий сигнал на разворот и здесь он на луне в принципе изобразил на марсе кота чувака который сидит и ждет и остается на некоторые подумали что это все-таки сигнал у тыла на маска на рост также тим дрейпера заявляют что он ждет 250 тысяч долларов за биткоин напомню вам что в восемнадцатом году в принципе и девятнадцатом были точно такие заявления тим дрейпера но после девятнадцатого года там биткоин еще падал в район три тысячи шестьсот долларов то есть сейчас вполне себе завлекает толпу создают ликвидность чтобы здесь распродать биткоины но в то же время мы видим что крупный капитал все-таки он покупает биткоин и покупает он биткоин по 50 процентной скидки опять-таки здесь можно за ним не повторять если вы на принципе не готовы на долгосрока можете и принципе повторить если вы готовы держать биткоин пять лет если мы говорим про опять-таки с этапы которые у нас есть по битку то здесь все понятно довольно таки о индекс страха и жадности почему биткоин в итоге взлетел потому что здесь у нас уже чрезвычайный страх довольно таки длительный период времени то есть люди здесь боялись покупать биткоин и сейчас индекс потихоньку идет в нейтральное положение но опять-таки хочу сказать что как только здесь индекс будет там в районе 40 50 стоит конечно же выходить то есть при этом цена биткоина реально может быть 35 тысяч долларов и как раз таки эта цена закроет гэта на cme который у нас образовался который у нас до сих пор есть единственная преграда это месячный даймфрейм то есть если здесь действительно биткоин не откупят до трех часов ночи то здесь конечно же мы будем иметь довольно таки плохой сетап который будет указывать на то что в принципе 3 бар на падение нам еще стоит ожидать и биткоин по 20 тысяч долларов это вполне реально для тех кто говорит что те некуда там падать на самом деле есть куда падать альте там уже эфиру там района него там тысяча сто долларов вполне реален и это тысяча сто долларов кстати это тот хай который у нас был восемнадцатом году и по биткоину кстати это район 20 тысяч долларов этот хай кстати тоже который был у нас очень хорошее совпадение да то есть восемнадцатом году по xrp то есть здесь понятно что если будет падать еще то там район возможно ретест тех отметок которые были ранее это 17 центов по там лайткоин тому же тоже здесь ретест отметки там 38 долларов и даже возможно 27 поэтому вот такие дела то есть вот такие прогнозы то есть нужно конечно же ожидать что будет дальше ну а пола нету понятно принципе здесь чем ниже вы ее купите тем будет лучше но лично я жду примерно доллар хотя у нас есть и здесь сформированная зона поддержки например если вы будете смотреть здесь то здесь как ни крути но какая-то поддержка есть да и поэтому здесь конечно довольно таки трудно говорить о том что когда луна все-таки упадет на доллар но я считаю что здесь как только луна провалит там район 5 долларов 40 центов то здесь уже в принципе будет свободное падение и скорее мы конечно такие цены вполне можем увидеть всем на всем пока и до новых встреч и не забывайте что если будет падать биткоин то и будет падать конечно же луна до новых встреч надежная система выплат по 3 процентов в сутки на проекте эфириума это старт етх.ю многие знакомые уже вложились в этот проект и получают отличные дивиденды ссылка в описании под роликом